Кэшбэк дня от Тинькофф это кэшбэк каждый день. 365 дней с выгодными покупками с кэшбэком до 40% по самым популярным категориям. Получайте повышенный кэшбэк дня от Тинькофф каждый день. Приветствую всех. Сегодня я хочу показать частичку своего зимнего дня на Бали. Покажу живописнейшее место, в которое нельзя проходить с телефонами или камерами. Так что это эксклюзив, можно сказать. И затем расскажу, что нужно делать, чтобы всегда оставаться в хорошей форме. Даже на отдыхе и рабочих поездках. День начинается с небольшой зарядки в виде комплекса на мобильность. У нас самый первый сеанс в 7 утра, поэтому настрой максимально сонный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это наш любимый байк, который уже служит на в течение двух месяцев. Очень, на самом деле, жалко будет с ним оставаться. Думаю, что в Москве уже не поездят на байке. Просто нет. Ничего есть везде таких. Вот. И вот он такой, уже помятый, падал несколько раз. Но без меня. То есть мы его парковали, и какие-то ребята просто его уроняли. Я приходил, он уже разбитый. Так что... Так это выглядит с шлема. Вау. Очень красиво. Эстетично. Что за себе, как он сзади? В общем, моя задача сейчас будет тайно протащить телефон, чтобы я показал вам всю ту красоту, которую будет у него. Но сегодня немножко облачно, поэтому это будет не настолько прям вау. Но все равно будет вау. Помимо подписающего вида, в посещение входит набор спа-услуг. Хамам, ледяная кухня, сауна, горячие ванны, бассейн. А вечером разжигается костер, вокруг которого собираются люди и медитируют. Кстати, это закатная сторона, поэтому закат тут тоже неописуемый. Я уже подъела чуть-чуть. Вау, что кушаешь? Ему овсянку с ягодами боджа и изюновкой. Очень вкусно. Когда с таким видом, мне кажется, все что угодно вкусно. Ребята, в общем, такая красота. Если вы будете на Бали, обязательно вам нужно прийти в это место. Но желательно все-таки без телефонов. Потому что если бы все здесь телефоны находились, вау был бы совсем другой. Здесь в этом, наверное, особенность. Не, наверное, в этом особенность. Ценность того, что здесь полный информационный детокс. Люди сидят, чилят, медитируют. В общем, хорошо проводят время вместе с самим собой и с близкими людьми. Людьми, к которым они пришли. Здесь нет каких-то залетных. Я заметил, что нет таких каких-то галтелых ребят, которые... Вау, давай там по центру идем. Или давай там типа на спорт сколько времени просидим в ледяной ванне. Как бы ты такой. Ну, один раз я приходил и прям сидел очень долго в ванне. Я думаю, что минуту три у этой ледяной. Сегодня я не ходил, потому что для нежелания, настроения. И тем более, что у меня вчера очень большая силовая тренировка была. И еще после этого будет силовая тренировка. Ледяные ваны все-таки в разрезе силовых тренировок не очень хорошо влияют на самовосстановление. В день, на третий день восстановления еще как-то можно. А сразу на следующий день после тренировки или в день, когда у тебя тренировка долго пробивается в ледяной ванне, достаточно неэффективно будет. Ну, в принципе, можно принять там ледяную душу или окунуться один раз, выйти для того, чтобы, в принципе, взбодриться, дать себе небольшой такой шоковый момент для организма, чтобы он, условно, ну, создался такой эостресс, искусственный положитель. В общем, мы заказали овсянку и чай. Еще Милена взяла себе медовик веганский. Все очень-очень вкусно. По поводу цен я буду показывать сейчас на экране и переводить все в рубли. В принципе, мы еще в дальнейшие места пойдем. Я вам тоже все буду показывать, что по деньгам. И, в принципе, по тому, как это все выглядит. Молодец спрашивает меня, как я на небесах. Мы сейчас уезжаем в залчик качаться и дальше. Можешь сделать домысячный взгляд из-под очков? Ну, ребят, я вам скажу так. Тренироваться на жаре достаточно тяжело для сердечно-сосудистой системы. Тем более, человек не привыкший. Приехал, значит, из Москвы. Будет просто из места в карьер залетел. Фу, конечно, сюда солнце не светит, но температура стоит такая. Кратцом 25-28. И без кондиционера. Соответственно, жаковато. Залететь в бассейн после тренировки – это прям за милую душу. Не скажу, что я делаю это каждый день, но думаю, что через каждые два раза точно прыгаю в бассейнчик. Итак, перейдем к вопросу того, как оставаться всегда в хорошей форме. Первая причина того, что должна сохранить мышечная масса – это достаточное количество белков в рационе. Второе – это силовые тренировки по объему такому же, которые у тебя были до этого. До этого у меня были достаточно тяжелые тренировки. Четыре раза в неделю, стабильно. И здесь я все купил абонемент, все – прекрасный зал. Но не получается, где не есть столько силы. И причем эти болезни постоянно забирали вот эту энергию. Соответственно, немножко догнать вот этот объем тяжеловато. Поэтому это получится только в Москве, когда я сяду, у меня будут комфортные условия, у меня будет желание условно на пляжике почилить. И третье главное условие для того, чтобы у меня сохранять мышечная масса, мышечная масса, как и у вас всех – это восстановление. Восстановление у меня все в порядке. То есть сон, я здесь прекрасно сплю, здесь хороший воздух, я вырубаюсь часов в 11, просыпаюсь в 8 утра, в 8 утра по будильнику. То есть я очень хорошо высыпаюсь. 9 часов сна, я даже в Москве столько не сплю. В Москве у меня получается 7 часов. Край этого я уже сам просыпаюсь. Здесь 9 часов, как будто бы еще можно было пару часиков так поспать. Если смотреть в разрезе других людей, которые вот-вот тоже меня спрашивают, слушай, вот я уезжаю, как мне поддерживать форму? Во-первых, не зацикливайтесь на форме. Форма – это не то, чтобы цель жизни. Может быть, у вас цель жизни, но все равно даже в этом случае нужно периодически давать себе отдых. Есть такой очень важный принцип. Тренировочный процесс называется принцип цикличности, когда мы чередуем циклы условно-интенсивных тренировок, потом цикл отдыха. У спортсменов, которые готовятся к серьезным соревнованиям, не бодибилдинг, я имею в виду, у них более серьезные циклы. Цикл силы, цикл набора мышечной массы, цикл силовой выносливости. У нас, у обычных людей, достаточно все просто. Цикл интенсивных тренировок – цикл отдыха. Цикл интенсивных тренировок – цикл отдыха. Обычно происходит 3-4 недели тренировок, активных 3-4 раза в неделю. Ты тренируешься регулярно, выкладываешься, потом неделю уделяешь себе, что срезаешь 50% от всей этой нагрузки, выполняешь одну неделю так, в очень лайтовом режиме, и затем снова повторяешь. То есть ты делаешь условно шаг назад, в том, чтобы сделать 2 шага вперед. Это нормально, абсолютно так у нас восстанавливается нервная система. И в целом мы в лучшем расположении духа приступаем к новым тренировкам, к новым высотам. И так что нужно давать себе отдых. Что касается питания, очень важно, я понимаю, что на отдыхе мы можем и выпить алкоголь, и покурить сигареты или еще что-либо. И в принципе с питанием так себе, там, пицца, гамбургеры, худоги – нормальная история, абсолютно. Позволяйте себе все. Балуйте своего внутреннего ребенка. Внутренний ребенок всегда… Вот вы на отпуск поехали, вы уже радуете своего внутреннего ребенка, который говорит, ну, наконец-то ты дал мне награду за то, что мы с тобой пашем. А так вы даете себе гамбургер, и вы говорите внутреннему ребенку, поешь, Господи, мы с тобой тренируемся столько, поешь, порадуй себя, и ты радуешь его. В следующий раз, когда вы приедете, уже домой, вы будете с большим рвением тренироваться, потому что вы уже удовлетворили своего внутреннего ребенка, который дает вам силы с утра вставать и говорить, братан, вставай, господи, все, вставай. И внутренний ребенок такой, ладно, все, я знаю, что ты меня, ты меня даешь награду за все это. Вот, тем самым мы за счет питания вот этих читмилов даем. Но мы должны это учитывать в своем питании, чтобы сильно не разжиреть и не набрать там за две недели овер до хера калорий лишних. И за это нам лучше сразу же разделить питание на то, чтобы кушать свой фастфуд, читмил, но ставить себе в первую очередь задачу набирать достаточное количество белков в рационе. Это 25% от вашей калорийности. Если вам неохота считать, вы можете считать как 1 грамм на сантиметр вашего тела. Например, у меня 191 сантиметров рост, соответственно, мне нужно съедать 191 грамм белка. Если многие могут спросить, а если это больше, чем полтора грамма, я читал, что где-то полтора грамма можно. Ничего страшного, многие исследования показывают, что даже избыток белка, там 2,5 грамма, что даже достаточно тяжело набрать, не вредит вашему здоровью. Поэтому в таком случае это просто пойдет как энергия. Соответственно, съедать свою норму белка и ограничивать себя в углеводах. Тем самым вы можете себе немножко позволить условно читмил и алкоголь какой-то. Также по питанию, кстати, классным будет вариант купить протеин, например, на отдыхе, маленькую баночку и смешиваясь с водой. И 2 раза в день выпивать вы будете 60 грамм белка добирать из протеина. Нет ничего страшного в том, что вы выпиваете 2 раза в день протеин. Он не убьет вас, он не сделает вам что-то плохое. Что касается цен на весь отдых, который я организовал для себя и для своей девушки, все цены, вилы, отдых, сервис и прочее, я напишу у себя в телеграм-канале в день, когда выйдет это видео. Так что заходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Вы там с вами все увидите, подписывайтесь и пишите свои комментарии также под этим видео. Рад был с вами увидеться. Хорошего дня!